Спасибо, Геннадий Петрович. Я их через одному рассадил, уже будут фотографии. Ну что там упало? Это наше упало. Это наше упало. Так, расслабьтесь. Аллодин, да. Можно здесь секунду? Если что-то напротив Татьяны Леонидовны, тогда и говорите, что я это предпреждаю. Хорошо, хорошо. Да. Ну, потому что Леонид весь у этого. У него контракт подписан. Давай. Все. Уважаемые коллеги. Я рад приветствовать. Будем говорить на русском языке, потому что наш гость прекрасно понимает русский язык и английский он прекрасно понимает. Значит, у нас сегодня встреча с нашим выпускником, который закончил наш университет в 1994 году. Закончил машиностроительный факультет. И за это время он прошел большой, так сказать, путь. Поднялся по карьерной лестнице. И сейчас он возглавляет национальное агентство по инновациям Нигерии. Правильно? И в первую очередь я хочу вручить вам удостоверение выпускника УХП. У нас есть ассоциация. Мы считаем, что вы должны принять участие в нашей ассоциации. Вот это ассоциация, видите, в ваших фотографиях. И все это вполне законный документ. И хотел бы вам вручить еще книгу о нашем университете. Я думаю, что вы много подчеркнули для себя. Может, что-то вспомните, то, что было связано с вашей молодостью. Горячок там есть. И теперь я хочу обратиться к аудитории. Я хочу сказать, что цель нашего сегодняшнего собрания это попытаться найти какие-то общие точки соприкосновения в научных исследованиях. попытаться найти применение тех разработок, которые Гу Коллинз сделал. И здесь, чтобы вы понимали, это не случайные люди. Это все люди, представители ученых, которые занимаются в области смежной свадьбы. Это, например, кафедра контрольно-измерительной аппаратуры. Да? Или неправильно что? Кафедра контрольно-измерительной аппаратуры. Да. Кафедра контрольно-измерительной аппаратуры. То есть из Нигерии. Мы специально пригласили людей, молодежь из Нигерии. Их очень много в нашем университете. Для того, чтобы был какой-то еще воспитательный момент. Поэтому я не буду дольше занимать внимание. Предоставляю вам слово. Значит, презентация будет на русском. На английском языке у нас есть... Переведешь? Кто у нас подхватит? Переведешь, да? Девочки. Идите сюда ближе, садитесь. Так что и таким образом, я думаю, будет комфортно и слушателям, и вам. Спасибо. Спасибо большое за огромное представление. Спасибо большое раз. Мне очень приятно за эту, скажем, золотую возможность, которую мне дали делать в этой презентации. Я очень горжусь, что я закончил палитет. И благодаря этому, сегодня я на вершине своего карьера в Нигерии. Я хочу тоже особенно благодарить профессора Осанов за то, что он тоже представил эту возможность. Он всегда много делает в интересах АПЕ. И даже в Вегасе очень много, как можно студенту сюда, как можно делать обмены профессора и прочее, и прочее. Спасибо вам большое. Я буду делать эту презентацию. Но перед тем, как я начну, от того, что этот великий институт дал мне очень хороший фундамент. Благодаря этому, сегодня, как я говорил, я работаю директором Национального отдела по развитию информатики в Нигерии. Но есть очень много людей, которые играли роль в моей карьере. Особенно, когда я учился в МАШФАК, по-моему, это группа 18А. Я поступил сюда в 88-м году, после окончания ПАЧФАКа. То есть приехал сюда в 87-м году, в 19-го сентября. Закончил год ПАЧФАК и потом первый курс в 18А. Но недавно, ровно 38 дней назад, умер мой руководитель по магистратуре и тоже мой руководитель по аспиратуре и диссертации. Его зовут профессор Матвей Даниилович Удзинян. Я хочу, прежде всего, чтобы вы, как я это сказал, во честь к нему уважения, чтобы мы хотя бы минуту молчания вспоминали его. Пожалуйста. Соскорнились. Эта презентация состоится в основном из двух частей. Первая часть – это я расскажу общий обзор, а вторая часть будет, скажем, демонстрация, демон показывать, что это может быть дело, потому что, как говорят в Нигерии, тот из чьих, значит, разговор дешево, надо показать способность эту плату. Это я буду продлять, давайте я сам. Нет, я набрал, я тут поставил. Хорошо. Вот, я бы хотел начинать эту презентацию, упоминая о нас, о какой эпохе мы находимся. Я бы, честно, для меня бы сказал, что у нас сейчас пятая идустриальная революция, то есть промышленная революция, потому что для меня первый век было бы, когда человек научился предметно взаимодействовать со своей окружающей средой. Нас это научили философии, когда был каменный век, когда люди научились точить камень, пользоваться, чтобы резать животные, с этого дела ткани для себя. Для меня, я бы сказал, это была первая революция, а дальше была бы пьяка. Поскольку мне это бы сказали, мы увидим же особенность это. Первое это двигатель напад, то есть, ну, официально, первое двигатель напад, хотя для меня это уже второй была бы. Второе тут получается, то есть, то, что придумал таких людей, как Ford, массовые ассамблии, то есть сборка, автоматическая линия по сборке машин и прочее, прочее. Третий идет уже электроника, ТЛК, программируемый логический контроллер, ну, телефоны и дальше. И сейчас у нас эпоха четвертая индустриальная революция. Мы должны обратить внимание, что когда мы говорим о, я говорю чуть-чуть по-ингрессии, когда мы говорим о Ford Industrial Revolution, особенно с этой революцией являются данные. Мы в эпохе данные. Когда мы говорим об искусственном интеллект, а йоте это все, данные нужны, то нужно создать системы сборки данных. Когда у нас данные, тогда можно делать прогноз, когда можно делать данные обработки и после AI, искусственного интеллект. без данных это была бы проблема. Хотя, есть такое понятие, как первичный AI, то есть первичный специальный интеллект. Например, эту плату может, допустим, обнаружить, если человек есть, он может обнаружить, сколько освещение есть. Я называю это как первичный. Это все базируется на микропроцессу, микрофункционерах, в зависимости от каких программах и алгоритм, которые мы пользуем, чтобы именно, алгоритм или прав, которые мы уже туда поставили. А сейчас, когда мы говорим о четвертой и досванной революции, сейчас уже настолько изменения, что мы переходим от аналогичного мышления к креативному мышлению, где больше мы разбрасываем или динаминоваться в тех сфер, которые будут влиять на уровень жизни человечества и прочее. У нас в этом году колоссально изменился то, что мы знаем, как обычная норма. COVID-19 еще неожиданно изменил очень много сфер. Можно сказать, что изменил способ изучения, способ обучения. 82% на смене мировых уже перешли к неформации, то есть нарушили, то есть их повлияли к COVID-19 таким образом, что они не могли физически обучаться, как расположены. 82%. Если бы это из-за технологии, мы не могли бы осуждать удаленное, либо так называемое дистанционное обучение. Это показывает, насколько это все важно, технология для обучения. Так что есть технология, есть обучение, то есть образование по небу, да? Эдюкэшн, да? Эдюкэшн, да? Технология, Эдюкэшн, они все сопряжения, есть точка сопряжения, они зависит от друг друга. Вот. Например, в Нигерии, мы объявляемся в третьей мировой стране. Кстати, я должен упоминать, что у нас сегодня 1 октября, это день зависимости от Нигерии, у нас Даймонд, алмазные жювели, мы там говорим, 600 лет нам, у нас мир. И, и.